Как N-ный член последовательности Фибоначчи явным образом выразить через слово N? Здесь есть разные способы это объяснять. Я расскажу самый, что ни на есть, классический способ для поиска N-ного члена последовательности Фибоначчи. Способ этот называется репертуарный метод. Что такое репертуар театра, все знают? Вот есть какой-нибудь там театр, у него есть такая опера, такая-такая. И когда вы просите, покажите какое-то представление, то они не могут вам показать любую оперу мира. Они могут показать то, что у них есть репертуар, то, что они отрепетировали, то, для чего они там декорации создали, актеры роли выучили и так далее. Так вот, в математике иногда так тоже бывает. Представьте себе, что вы хорошо умеете что-то делать, а вас просят сделать что-то другое. Всегда имеет смысл проверить, а может быть то, что вы умеете делать, уже и подойдет. Может быть ничего нового-то и не нужно. Что вы хорошо знаете? Разумеется, вы хорошо знаете арифметическую прогрессию. Число, число плюс сколько-то, плюс еще то же самое, сколько-то и так далее. Вы хорошо знаете геометрическую прогрессию. Давайте напишем. Пусть у нас есть такая геометрическая прогрессия. 1, альфа, альфа-квадрат, альфа-бук, альфа-четвертый, альфа-пятый, альфа-трестой и так далее до бесконечности. Альфа – это любое число. Называется геометрическая прогрессия. Понятно, что числа Фибоначчи не являются геометрической прогрессией. Но давайте подумаем, а нельзя ли написать 2 геометрические прогрессии и их сложить. Но правда возникает неприятность. Когда вы их сложите, здесь получится число 2. А вообще-то в последовательности Фибоначчи должно быть число 1. Понимаете, когда вы пишете число Фибоначчи, то оно должно быть вот так. Ну хорошо, а может быть, надо не складывать. А может быть, мы все числа вот этой верхней последовательности домножим на один и тот же коэффициент, на некоторое число А. Это, кстати, тоже будет называться геометрическая прогрессия. С тем же самым знаменателем альфа. А здесь домножим на число Б. Это будет тоже геометрическая прогрессия. И зададим себе такой вопрос. Можно ли подобрать числа А, Б, альфа и бета? Заметьте, это уже довольно большая свобода. Это уже 4 разных числа. Чтобы, когда вы сложите, были бы верны такие уровни. А плюс Б это единица. А альфа плюс Б бета это единица. А альфа квадрат плюс Б бета квадрат это двойка. И так далее, и так далее, и так далее. Если мы с вами сумеем так подобрать альфа и бета, чтобы было выполнено все это бесконечное множество равнений, то будет замечательно. Интересно, а с чего бы это бесконечное множество равнений было выполнено? А вот с чего. Если я выберу число альфа таким образом, чтобы каждое следующее равнялось сумме двух предыдущих, и число бета выберу так, чтобы каждое следующее равнялось сумме двух предыдущих, на самом деле достаточно будет проверять вот эти только два равенства. Теперь, что значит каждое следующее сумма двух предыдущих? Это значит вот такой раз. А умножить на альфа в степень, плюс А умножить на альфа в степень, плюс А умножить на альфа в степень, плюс 1, это а умножить на альфа в степени 1 плюс 1. Другими словами, 1 плюс 1 будет альфа в степени. Кстати, с b то же самое. b умножить на b в степени n плюс b на b в n плюс 1 равняется b на b в n плюс 2. Это ровно такое же уравнение. 1 плюс b равняется b в квадрат. Вообще, полуквадратного уравнения 2 корня. И поэтому один из этих корней можно взять в качестве альфа, другой в качестве бета. Поехали. Решаем уравнение. x квадрат минус x минус 1 равняется 0. x это единица плюс минус корень из 5 пополам. Значит, имеет смысл в качестве альфа взять золотое сечение, а в качестве числа бета взять единицу минус корень из 5 пополам. А вот теперь все получается совсем легко. Потому что, я повторяю, вместо бесконечной системы уравнений нам достаточно решить вот эту систему, когда мы альфа знаем и бета тоже знаем. Это очень легко. Для этого мы пишем просто из этого уравнения. b это 1 минус а. Подставляем сюда. Получается а альфа плюс бета. b это 1 минус а. Минус а бета равняется единице. Так, недолго осталось. Значит, теперь надо бета перенести сюда. Будет а умножить на альфа минус бета равняется 1 минус бета. Так, осталось вспомнить, что такое альфа минус бета. Если я правильно понимаю, альфа минус бета – это вот так. 1 плюс корень из 5 минус 1 минус корень из 5 пополам. Проще говоря, это корень из 5. Отлично. А что такое 1 минус бета? Из единицы вычитаю 1 минус корень из 5 пополам. Господа, это будет просто-напросто обсчитать. Это будет просто-напросто альфа. То есть 1 плюс корень из 5 пополам. Отлично. Значит, а – это будет альфа делить на корень из 5. Хорошо. Что такое b? b – это будет 1 минус а. 1 минус альфа делить на корень из 5. Так, другими словами, это будет корень из 5 минус альфа пополам. Так, вспоминаем, начну с корень из 5. Вычитать альфа – это, по-моему, одно удовольствие. Мне кажется, что все понятно, правда? Если вы честно проведете все выпуски, которые есть здесь в крови, просто эта формула, я напомню наизусть. Какая вот формула? Для n-ного числа ферманоча.